У многих встреча Нового года складывается из определенных традиций – семьи, дома. Но есть одна московская традиция. Они им узнали в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражке, более известном как храм в Брюсовом переулке. Этот храм, расположенный в маленьком переулке в самом центре столицы, хранит дух старой Москвы. Его прихожанами были и есть известные и знаменитые люди страны. Как считается, именно они отстояли храм от закрытия. Это позволило храму в Брюсовом переулке стать хранилищем многочисленных московских святынь из уничтоженных церквей. Здесь прибывает почитаемый образ святителя Спиридона. Как считается, он был подарен святому праведному воину Федору Ушакову на острове Корфу, где и находятся нетленные мощи этого святого быстрого на помощь. Приходить на помощь любому человеку – это правило прихода храма в Брюсовом переулке. Здесь устроена многоплановая система социальной работы, в которой задействованы и прихожане, и многочисленные друзья, партнеры. Существует канал в социальных сетях под названием «Брюсов помощь». Из этого источника можно узнать всю актуальную информацию о добрых делах прихода. Бог наш, он всегда. Он всегда рядом, и он всегда рядом с человеком, и он всегда готов ему помочь. И для бездомного человека, который одинок, против которого вообще весь мир, и ничто ему не помогает, очень важно попробовать найти это чувство, что Господь, он рядом, обратится к нему, и он обязательно поможет. Каждый вторник и четверг, невзирая ни на что, при любых обстоятельствах, члены службы «Брюсов помощь» кормят бездомных близ Курского вокзала. Для этого обязательно готовится горячее. На варистый суп по объему около 150 литров. Я счастлива. То есть я чувствую, как эти люди радуются, и мне больше ничего не надо. Но не важно, что они не знают. Они знают, что мы готовим все вместе. Как-то четверг выпал на 31 декабря. И теперь у прихожан храма в Брюсовом переулке появилась еще одна традиция. Теперь в канун Нового года они собираются в приходском доме и режут салатики, как это делается во многих семьях. У бездомных тоже должен быть праздник. Для меня Курский вокзал стал больше, чем просто бездомными. Это моя большая семья. И я хочу помогать этим людям каждую неделю, каждый вторник и четверг по мере своих возможностей. Так что к своим новогодним традициям можно присоединить и этот проект и успеть еще в нынешнем уходящем 2022 году. Так что спасая других, спасаем себя. Осталось совсем немного времени. До Нового года. Субтитры создавал DimaTorzok